Добрый день, друзья и коллеги! С вами Сидва Гамбет Верлан и это агроцентр Оренбург, компания Сингента. Сегодня в этом видео я хочу коснуться такого вредителя зерновой культуры, как пшеничный трипс. Все мы знаем, что его вредоносность зависит напрямую от его количества. И при количестве более 20-30 штук на один колос, потери урожайности могут составить от 15 до 20%. Этот вредитель является скрытноживущим, что и имага, что и личинки, и посчитать их количество является сложным делом. Сегодня в этом видео я хочу вам показать, как можно простым, удобным способом посчитать количество личинок в колосе. Данный прибор выглядит довольно просто. Он стоит из оцинкованного ведра, литров на 15-20, с крышкой. В крышку дедпровод, где прикреплена лампочка накаливания, достаточно ватт на 40, и также вилка, чтобы подключать к розетке. В самом ведре, на глубине где-то сантиметров 10 от дна, установлена сетка, на которую мы ложим сорванные колосья. На дне ведра налито мыльный раствор или, можно, спиртовой раствор. Когда мы уложили колосья в прибор, мы закрываем крышкой, включаем розетку и оставляем минимум на часов 7. По 10 температур личинки начинают выходить с колосьев и падать в мульон раствор. Далее мы, когда закончилось время, убираем крышку, убираем колосья и фильтруем этот раствор через фильтровальную бумагу, либо через какой-нибудь материал. После того, как мы профильтровали, на бумаге остаются одни личинки красненькие, которые мы далее считаем их количество и делим на количество колосьев. И в итоге мы получаем число личинок на один колось. Сейчас я вам покажу, как выглядит этот прибор в процессе работы. Ламочка включена, колосья на сетке и мы видим, что уже видно, как падают личинки трипсов в воду. Таким образом, с помощью этого прибора вы можете количественно и объективно оценить заселенность трипсов в ваших посевах и сориентироваться по обработке инсекцида на полях. Это был агроцентр Оренбург. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok